До открытия Олимпиады в Сочи остается еще несколько часов, но спортсмены уже борются за медали. Вчера вечером наша Юлия Галышева уверенно прошла квалификацию в Могуле. Теперь мы увидим ее в финале 8 февраля. Вторая казахстанская Могулистка Дарья Рыболова не вошла в десятку лучших и будет пробиваться в финал через вторую квалификацию. А уже завтра вся страна будет следить за выступлением казахстанских лыжниц Анастасии Слоновой, Елены Коломиной и Татьяны Осиповой. За последнюю особенно болеют в ее родном Кокшитау. Перспективная спортсменка недавно завоевала золото на Всемирной Спартакеаде в Италии. Земляки надеются, что мастер спорта международного класса и в этот раз не подведет. 26-летняя спортсменка Татьяна Осипова на лыжне уже 14 лет. Хотя в самом начале спортивной карьеры наотрез отказывала заниматься лыжным спортом. Теперь каждый день ее связан с пробежками и сложными дистанциями на снежных трассах. В ее арсенале десятки побед на международном и республиканском уровнях. Татьяна участник чемпионатов мира Финляндии, Норвегии, Японии, Словении, Всемирных зимних универсиад в Италии и Турции. Нынешние Олимпийские игры для нее вторые. На Олимпиаде в Сочи, конечно, я ожидаю от нее высокого результата. Всем, чем можно, я помогу. Я буду болеть и душой, и сердцем. И она это прекрасно знает, что я всегда рядом, даже если нас разделяют километры. Вместе, я думаю, мы многого добьемся. Это, конечно, мне очень тяжело дается, все ее перелеты, все ее... Где-то поражения какие-то, где-то победы, месть, слезы. Будем надеяться, что им удача там поможет, и, возможно, и флаг поднимут Казахстана там. Я верю в свою дочь. Я почему-то верю, что у нее будет медаль. Вообще, желаю всем нашим спортсменам, лыжникам в Сочи, чтобы они хорошо, достойно выступили за Казахстан. Это дочь своей, конечно, желаю в отдельности, чтобы она получила хотя бы какую-то медаль. Ну, желательно, что золото, но как получится. Победами своей ученицы по праву гордится заслуженный тренер Татьяна Сергеева. Ее воспитанники достойно представляют Казахстан уже на третьей Олимпиаде. Когда-то в упрямой худенькой школьнице тезки она углядела задатки будущей спортивной звезды. Моя ученица Осипова Татьяна, которая сейчас представляет сборную команды Республики Казахстан от нашей Акмолинской области, единственного из женского состава, единственного экземпляра, можно сказать, на Олимпийских играх в Сочи. Ее первое выступление было в Ванкувере в 2010 году. Она заняла индивидуальную гонку, 35-я была, и бежала в эстафетной гонке. Надеюсь, конечно, что она покажет достойный результат на Олимпийских играх. Я не могу говорить, что она там выиграет, но хотелось бы, чтобы она показала хороший результат, потому что это Олимпийские игры, это самые-самые сильные соревнования мира. В эти дни за жительницу Кокшетал болеют все горожане, проводятся пресс-конференции, создаются фан-клубы, а в родной школе провели соревнования в ее поддержку. Наша папка класса всегда становилась все богаче и богаче после каждого ее выступления, потому что улыбаясь, заходила она в класс и с хорошими результатами. Она была целеустремленная всегда и всегда добивалась результатов. Будут за нее болеть. Наша липийская горда! Ура! 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 Надежду вселяет землякам и сама Татьяна. Как настроение? Настроение больное. Сауле Кусаинова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Азат Аитов, Кокшетал.